Издательство Эксмо. Татьяна Полякова. Отпетые плутовки. Конечно, глупо было тащиться на дачу в такое время. Я поняла это, когда начался дождь. Накрапывать стала, как только я выехала из города. Небо серое, мутное. Я в машине поёжилась и включила печку. Тогда я подумала, ой, чёрт, я туда еду. Можно было вернуться. Честно говоря, вернуться очень хотелось. Выпить чаю и лечь в тёплую постель. И наплевать на Димку, пусть говорит что угодно. Если бы у меня ума было побольше, так бы и сделала. Но, видимо, Бог обделил меня разумом. Зато упрямством наградил ослином. И я продолжала ехать вперёд, вглядываясь в темноту за лобовым стеклом. А дождь потихоньку разошёлся и где-то на полдороги перешёл в тропический ливень. Теперь моя затея выглядела просто дурацкой. Дача находилась в глухой деревушке в 45 километрах от города. Причём из этих 45 километра три надо было пилить по просёлочной дороге. Я представила, что там сейчас творится, и всерьёз засомневалась. Удастся ли мне сегодня заночевать под крышей? Да, если и доберусь, радость небольшая. В доме холодно, сыро. Можно, конечно, податься к соседке, тёте Кате, она будет рада. Выпить чаю из самовара, потом забраться на печку и слушать дождь за окном. Я взглянула на часы. Девять. Если дорогу не размыла, через полчаса буду в деревне. Тётя Катя смотрит телевизор до десяти. Тут с дворниками что-то случилось. Я очертыхнулась, пощёлкала включателем. Дворники заработали, но как-то подозрительно неритмично. Мне опять захотелось вернуться. Не обязательно домой. Можно к папе. Я вздохнула. Конечно, придётся объяснять, почему явилась на ночь глядя. Папа расстроится. Димку он терпеть не мог, хотя от меня это скрывал. Однако на прошлой неделе папа не выдержал, и после очередной нашей с Димкой ссоры сердито заявил «Я твоему мужу морду набью», что было на моего отца совершенно не похоже. Надо признать, с Димкой мы жили плохо. Выходить за него замуж мне не следовало, хотя, если разобраться, не последнюю роль в этом браке сыграл отец. Отца я всегда очень любила. Мама вечно была занята в школе. Сначала учительницей, потом завучем, а затем и директором. Может, она и в самом деле была замечательным педагогом, но на меня у неё времени не хватало. Сколько помню себя, мама приходила домой усталой, падала на диван и говорила «У меня сил осталось еле-еле телевизор посмотреть». Зато у отца для меня всегда было время и на рыбалку с собой возьмёт, и на лыжную прогулку, а на концерте в музыкальной школе он всегда сидел в первом ряду. Огромный, весёлый, добрый. Вообще детство у меня было счастливым, до восьмого класса. Когда я перешла в восьмой, отца посадили. Трудно объяснить, что я пережила тогда. Было это чудовищно, в особенности то, что мама сразу же развелась с отцом. Она кричала «Жулик, ворюга бессовестный, опозорил семью, пусть сгинет в тюрьме». Для меня отец стал страдальцем и едва ли не героем, что-то среднее между Робин Гудом и Котовским. Я писала ему длинные письма, ждала почтальона, ревела, если ящик оказывался пустым, и целовала конверт, подписанный отцовской рукой. Мне было наплевать, что о нём говорят другие. Я-то знала, он лучше всех. Маму всё это злило чрезвычайно. Очень скоро начались скандалы, в которые охотно встревал отчим. Мама через полгода после ареста отца вышла замуж. Потом у меня появился брат. В общем, в 18 лет я оказалась в квартире отчима, предоставленная самой себе. Я училась в институте, по вечерам мыла полы в поликлинике, откладывала каждую копейку и с нетерпением ждала, когда вернётся отец. Наконец этот день настал. Я поехала встречать отца. Перед этим неделю бегала по магазинам и выбирала ему одежду. На это ушли почти все мои сбережения. Я и помыслить не могла, что он появится в городе в чём-то старом или, спаси бог, в тюремном. Боялась, что в этом случае он будет чувствовать себя неловко. Как только я его увидела, всё это мне показалось страшной чепухой. Отец мог быть одет во что угодно, хоть в полосатую робу. Он всё равно оставался самим собой. Он был лучше всех. «Пап!» — заревела я. А он подхватил меня на руки, целовал, смеялся, как сумасшедший, и нёс на согнутом локте, как в детстве, пока я, пряча лицо на его груди, не попросила, шалей от счастья. «Отпусти». «Здравствуй, Мальвинка», — сказал он. «Вообще-то меня Машкой зовут, но отцу больше нравится так. И стали мы жить вдвоём. Это время было самым счастливым в моей жизни. Хотя поначалу возникло много проблем. Отцу трудно было устроиться на работу, соседи злословили, да мало ли всего. Главное, мы были вместе. Отец был счастлив. Я это видела, чувствовала и порхала, словно на крыльях. «Слушай», — сказал он однажды, «не пора ли тебе замуж? Избавиться от меня хочешь? Сбыть с рук? Нет, котёнок, не хочу. По мне, век бы так жить. Только молодой девушке нужен возлюбленный. А у тебя что? Женька, Игорь, телефон целый день трещит, а в кино табуном идёте». «Игорь мне нравится», — сказала я. «Тащи сюда, я на него посмотрю». Папа посмотрел и добродушно изрёк. «Неплохой парнишка только». Этого только как раз хватило на то, чтобы Игорь потерял для меня всякую ценность. В парнях у меня недостатка не было, но как-то так всегда выходило, что рядом с отцом они выглядели невзрачно. А время шло. Институт был позади. На работе поначалу мужчины на меня охотно поглядывали, но и им это вскоре надоело. Папа тревожился, и я, вдруг испугавшись, твёрдо решила выйти замуж за первого приличного парня, рискнувшего сделать мне предложение. Тут и подвернулся Димка. Был он самым стойким моим поклонником, ещё с третьего класса. Мы вместе учились в школе, потом в институте. Он предложил, и я согласилась. Папа сказал, вот и хорошо. Но счастья в его глазах не было, как ни стало счастья и в моей жизни. Наше с Димкой супружество не задалось с самого начала, и камнем преткновения стал мой отец. Откуда у него деньги? Начинал Димка бесконечный монолог. Да пляшется, опять сядет. Ты хоть знаешь, чем он занимается, этот твой Павел Сергеевич? Тут меня обычно прорывало. Он не мой Павел Сергеевич, он мой отец, чтоб ты знал. Больше всего меня злило, что от отцовских денег Димка не отказывался. Двухкомнатную квартиру нам купил отец, и обстановку, и машину, и даже гараж. Димка воспринимал это как должное, но отца, иначе как бандитом, не называл. Уже сколько раз я всерьёз думала о разводе. Ссорились мы всё чаще. Слова, произносимые при этом, становились всё обиднее, пока три недели назад Димка в бешенстве не дал мне пощёчину. Что-то во мне разом оборвалось. Я уехала к отцу, плакала, хотя сказать правду постеснялась. Отец сидел хмурый, непривычно молчаливый, а потом заявил, «Я твоему мужу морду набью». На следующий день Димка встретил меня с работы, просил прощения, даже плакал. Я простила, но за эту пощёчину перестала его уважать. Стал он для меня кем-то вроде капризного ребёнка. И утомительно с ним, и жалко. Несколько дней Димка держался, скандалы вроде бы прекратились, только ненадолго. Сегодняшний вспыхнул из-за Юльки. Юлька — подруга отца, была старше меня на три года. Мы с ней сразу подружились, а потом и вовсе стали закадычными подругами. Отца она очень любила, уже год они жили вместе, и ничего плохого я в этом не видела. Димку же это злило чрезвычайно. Юльку он и за глаза, и в глаза, иначе как содержанкой не называл, на что она неизменно отвечала, «Лучше быть содержанкой Павла Сергеевича, чем женой такого осла, как ты». Димка выходила из себя, а Юлька смеялась. Ко всем моим несчастьям прибавилось еще одно — меня сократили на работе. Работник я, по моему собственному мнению, была неплохой, а потому было вдвойне обидно. Вызвал меня начальник, горестно вздохнул и сказал, «Машенька, пойми правильно, у Светки двое детей, Ольга с ребенком без мужа, Нине Сергеевне четыре года до пенсии, а сокращать кого-то надо. Ты у нас не бедствуешь, детей у тебя нет, что прикажешь делать?» Пришла домой, реву от обиды, а Димка мне, «Теперь домохозяйкой станешь? Бассейн, шейпинг, сауна с Юлькой на пару». Я хлопнула дверью и к отцу. Папа меня обнял, Юлька заварила чай, и мы втроем повозмущались всеобщей несправедливостью. Потом папа сказал, «Не переживай, найдем работу, я поспрашиваю. Не торопясь, подыщем что-нибудь путное. О деньгах не думай». «Меня Димка со свету заживет», мрачно предположила я. «Твоя Димка пусть лучше начнет деньги зарабатывать, а потом уж со свету заживать», сказала Юлька. «Что хочешь, говори, а парень он никчемный». «Перестань», — перебил папа. Юлька замолчала, но чувствовалось, что она много чего еще хотела сказать в Димке надрес. Муж приехал за мной часов в девять. В квартиру не вошел и вообще вел себя по-дурацки. «Останься», — шепнула мне Юлька, но я покачала головой. Папа стоял в дверях и смотрел на нас. Лицо у него было сердитое. Поэтому сегодня я к нему и не поехала. Что отца лишний раз расстраивать? Не по душе ему было мое замужество. Первые месяцы после свадьбы он шутил, «Когда меня дедом сделаешь?» А теперь спрашивал, едва ли не со страхом. «Ты не беременна?» Я облегченно вздыхал, услышав «нет». Долго такая жизнь продолжаться не могла. Даже Димка это чувствовал, но остановиться уже не мог. О чем бы мы ни говорили, все неизменно сводилось к одному. «Твой папаша — уголовник». Иногда я с ужасом ловила себя на мысли, что совершенно серьезно желаю Димке провалиться к чертовой матери. Впрочем, сейчас он не казался мне таким уж скверным мужем. Я стала вспоминать его положительные качества. Вновь подумала о проселочной дороге, по которой предстояло проехать на моих «Жигулях», и тоскливо вглядывалась в сумрак хмурого апрельского вечера. Дорога шла через лес, высокие сосны выглядели мрачно, и я всерьез подумала вернуться. Вот тут-то машина и заглохла. Промучившись минут десять, я с тоской поняла, что заводиться она не собирается. Такое случалось и раньше, только не в дождь, в лесу, на дороге, где и днем движение не бог весь какой, а вечером и вовсе не души. Обычно всегда находились помощники, однако сегодня на них рассчитывать не приходилось. Я включила приемник, прослушала пару песенок, утешая себя тем, что кто-нибудь все равно поедет мимо и поможет. К одиннадцати я стала свыкаться с мыслью, что заночевать придется здесь. Ночи холодные, до ближайшего села километров восемь, да и кто меня пустит в такое время? Чертыхнувшись, я вышла из машины и подняла капот. Дождь лил, как из ведра, и я сразу промокла. Под капотом не было ничего интересного. Единственное, что я могла, проверить клеммы на аккумуляторе, что я и сделала, само собой, без всякой надежды на успех. Из-за дождя я не услышала шагов и, скорее, даже не увидев, а почувствовав присутствие человека, подняла голову и замерла с открытым ртом. Рядом стоял здоровенный детина в куртке с капюшоном. Лица его в темноте я не разглядела, но было в этом появлении что-то настолько зловещее, что сердце мое жалко ёкнуло и куда-то провалилось. Полминуты мы стояли молча, не двигаясь. Руки он держал в карманах. Ни сумки, ни удочки. Ничего, что указывало бы на то, что может делать человек в это время на пустынной дороге в лесу. «Ну, что там?» спросил он. Голос низкий, неприятный. Я дёрнулась и глупо сказала. «Не знаю». «Дай посмотрю». Он сунул голову под капот, а я замерла рядом, вглядываясь в темноту с надеждой, что сверкнут фары и появится машина. От хлопка капота я едва не подпрыгнула. Он зашёл с правой стороны, открыл дверь, согнувшись чуть ли не пополам, сунул мощные плечи в машину и повернул ключ. Мотор заработал. Я не знала, радоваться этому или нет. Кажется, он разглядывал меня в темноте. Сердце моё вернулось из пяток, но ритмично стучать не спешило. «Ты куда едешь?» спросил он, опершись на дверь. «В Гаврилово, то есть не совсем туда, мне сворачивать в сторону», торопливо ответила я. «Годится». Он сел на водительское сидение и открыл дверь мне. «Садись». Пока я пыталась что-то сказать, он хмуро заметил. «Я думал, ты промокла». Словно в трансе я села рядом. Зубы у меня стучали так громко, что в другое время я бы засмеялась, только не сейчас. Капюшон он не снял, и лица его я по-прежнему не видела, но и так чувствовала, что человек он опасный. Это ощущение было настолько острым, что я едва сдержалась, чтобы не закричать и не выпрыгнуть из машины. Он молчал, и я молчала, искосо разглядывая его. Голосил приёмник, а дорога была по-прежнему пустынной. Тут я вспомнила утреннее сообщение по радио обижавших из тюрьмы троих заключённых и в ужасе уставилась на моего попутчика. Ничего нового я не увидела. Капюшон и серое пятно лица. «Вы в Гаврилове живёте?» Стараясь быть спокойной, спросила я. «Нет». «Там у вас родственники?» Мне и так было ясно, что никаких родственников у него нет. Но я продолжала расспрашивать. Звук собственного голоса успокаивал. «Нет», — опять ответил он. «А, значит, вы едете дальше?» «Вроде того». Я усунула руки в карманы, чтобы не видеть, как дрожат пальцы. Если ему нужна машина, он мог уехать сразу. А если это маньяк, завезёт куда-нибудь. Но ведь мы были в лесу, тридцать метров в сторону, и ни одна живая душа не найдёт. Господи, мне стало нехорошо. Я приоткрыла окно, стараясь дышать ровнее. Холодные капли падали на лицо. Я закрыла глаза и попыталась молиться. «Где сворачивать?» — спросил он. Я с тоской посмотрела на редкие огни в селе и, запинаясь, сказала, «Вообще-то я хотела заехать». «Сворачивать где?» — опять спросил он. Голос звучал грозно. «Вот здесь, направо», — сказала я, пытаясь сообразить, чего он хочет. Дорога была вполне сносной. «Видимо, дождь начался здесь недавно, и вскоре я увидела единственный зажжённый в нашей деревне фонарь». «Здесь?» — спросил он. «Здесь?» — торопливо кивнула я и брякнула. «Третий дом». У тёти Кати залаяла собака, а мы затормозили. Он запер машину и сунул ключи в свой карман. Я топталась рядом. «В доме кто?» — спросил он. Врать было бессмысленно. Никого. «Местечко класс. Пошли». Он пошёл впереди. Я за ним. Конечно, я могла кинуться к соседке и перепугать её до смерти или броситься в крайний дом к Семёну Дмитриевичу, детку, помнившему гражданскую. В семи наших домах было пять жителей, не считая летних дачников. А какие сейчас дачники? Я рассматривала спину перед собой и думала, стараясь себя утешить, что если бы этот тип хотел меня убить, то давно сделал бы это. Мы вошли в дом, я включила свет и затопталась у порога, не зная, чем себя занять. «Пожрать есть что-нибудь? Собери. И одежду сухую дай. Вымок весь». Я кинулась к шифонеру искать старые Димкины джинсы и свитер, а потом засуетилась на кухне. От газа и электрокамина в кухне стало тепло. Я стащила куртку и аккуратно её развесила, думая при этом, что мне тоже не мешало бы переодеться, но входить в переднюю я не рискнула и грелась возле плиты. Хлеба не было, зато была картошка, печенье, консервы и чай. Приготовление ужина заняло чуть более получаса. Я собрала на стол, прикрыв кастрюлю с картошкой полотенцем, что постывало медленней. «Всё готово!» отважно крикнула я. Он вышел из передней, на секунду задержавшись на пороге, словно давая возможность рассмотреть себя.